Туристов будут привлекать запахом. Федеральное агентство Ростуризма предлагает регионам производить духи собственного изготовления. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Собственные сувенирные духи выпустят регионы страны для привлечения туристов. Ростуризм готов предоставить места для продажи и маркетинговое сопровождение продукции. По мнению замглавы федерального агентства, это новшество привлечет массу туристов. Тем более, если путешественникам самим предоставят возможность смешивать компоненты и получать запахи разных регионов. По статистике, большая часть доходов от туризма поступает именно от сувенирной продукции, которой, по мнению экспертов, недостаточно. Популярны по-прежнему алкоголь и матрешки. Поэтому необходимо расширять спектр сувениров. Духи с запахом Санкт-Петербурга, Сочи и Владивостока уже есть в продаже. Над ароматом Москвы пока работают парфюмеры. В России могут везти НДС на билеты в кинотеатры. Премьер-министр страны поручил специалистам рассмотреть такую возможность. Речь идет прежде всего о зарубежных фильмах. Налоговые сборы планируют направить на поддержку отечественного кинематографа. Представители кинотеатров уверены, эта мера спровоцирует подорожание билетов и может привести к оттоку зрителей. Между тем, глава Мосфильма Шахназаров предложение Медведева ввести НДС на билеты в кино поддержал. Без цветов и заграничного шоколада могут остаться жители России. В ответ на санкции Евросоюза в стране вели контрмеры. На полгода продлили санкции на некоторые европейские товары. К тому же список запретной продукции расширился. Санкции России против сельхозпроизводителей Европы, США, Канады и Австралии, по мнению российских чиновников, помогают развиваться отечественному бизнесу. Так, в настоящее время рассматриваются предложения об ограничении поставок цветочной продукции из стран Евросоюза, а также европейского шоколада. По мнению специалистов, ограничение поставок этой продукции станет серьезным финансовым ударом по странам Евросоюза.